Роза Всебитова. Чего стоит женщина или как поднять самооценку? Предисловие. Я не изучаю жизнь. Жизнь изучает меня. Инна Гофф. Писательница. Ты такая замечательная, но почему-то одна. Или у тебя есть мужчина, супруг, но ваши отношения не приносят радости. Почему чувство собственной значимости так зависит от мнения других и сопровождается беспокойством и опасением изменения этого мнения? Нам, мужчинам и женщинам, так важно соответствовать определенным ролевым образцам. Каждый день приносит новые испытания, ведь приходится постоянно убеждать себя и других в том, что ты соответствуешь. А на самом деле мы чувствуем себя одинокими, хотя окажемся общительными и удовлетворенными своей жизнью. Все мы нуждаемся в хороших отношениях, хотим любить и быть любимыми. Любовь. Это слово мы используем очень часто. Жена говорит мужу, я буду любить тебя, если ты... Он отвечает, хорошо, но ты тоже должна. Не напоминает ли это сделку? Любовь. Всего лишь условия сделки? Некая идея, которую мы используем для манипулирования с целью удовлетворения наших потребностей? Вопросы, вопросы. Эта книга является моей попыткой найти ответы на них. Более года я занималась анализом психологических аспектов любви, интересовалась новейшими открытиями в области психологии. И однажды все стало на свои места. Мне кажется, я поняла, почему некоторым женщинам без особых усилий удается найти настоящую любовь, а другим, большинству, нет. Я открою вам причины, заставляющие любовь ускользать от нас. Наверное, вы согласитесь не совсем. Но если вы заинтересуетесь и продолжите поиск, это уже кое-что. Я познакомлю вас с техникой общения, которая помогает определиться с выбором партнера на начальном этапе знакомства и позволяет развивать отношения так, как нам бы этого хотелось. Мы будем искать ответы на вопросы, никого не оставляющие равнодушными. Чего мы стоим? Почему и как мужчина оценивает женщину? Почему узы любви бессильны перед страстью удовлетворения материальных потребностей? Могут ли деньги стать источником удовлетворения и радости во взаимоотношениях с близкими людьми? Я искренне благодарю тех успешных женщин, сегодня их называют бизнес-леди, которые убедили меня написать главу «Женщина и бизнес. Вещи несовместимые». Я рассмотрела в ней некоторые стереотипы и заблуждения, укоренившиеся в массовом сознании. Например, будто бизнес мешает личной жизни, карьера делается через постель. В результате таких заблуждений большинство женщин делают ставку только на замужество, отказываясь от личного роста. Мы разберемся, почему эти стереотипы навязываются женщине, как научиться осознавать их, включать волю и сопротивляться, как и в бизнесе, и в карьере, и в личной жизни оставаться собой. Надеюсь, что женщины, которые внимательно прочитают эту книгу, сумеют обрести то счастье, о котором мечтают. Я писала эту книгу и для вас, дорогие мужчины, чтобы вы увидели женщин по-новому, книга поможет вам настроиться на эмоциональную волну женщины, разделить с ней ту близость, о которой мечтают оба. Вы сможете почувствовать себя более успешным, сильным и способным влиять на собственную жизнь. Найдете ответы на важные для вас вопросы. Как обратить внимание женщины на себя и понять, что вы ее заинтересовали? Какие нехитрые действия следует совершить, чтобы успокоить любимую женщину? Почему она реагирует на подарки и ухаживания с вашей стороны именно так? Как не переборщить со знаками внимания? Не надо забывать об одной простой вещи, все начинается с вас. Тот, кто не умеет любить себя, не умеет принимать себя таким, какой он есть, не сможет полюбить и другого, а значит, не станет любимым сам. Я предлагаю вам пройти тест, который позволит выяснить, любите ли вы себя. Отвечайте «да» или «нет». Первый вопрос. Чувствуете ли вы себя хорошо таким, каков вы есть? Второй вопрос. Считаете ли вы, что вас преследуют неудачи? Третий вопрос. Сообразуете ли вы свои поступки с мнением окружающих? Четвертый вопрос. Имеете ли вы привычку вспоминать свои слова и поведение в различных ситуациях и раздумывать, как повели бы себя в подобных случаях другие люди? Пятый вопрос. Испытываете ли вы смущение, когда вас хвалят в вашем присутствии? Шестой вопрос. Можете ли вы длительное время находиться в одиночестве? Седьмой вопрос. Чувствуете ли вы несомненную зависимость между материальным положением и духовным комфортом? Восьмой вопрос. Часто ли вы испытываете опасения, что случится что-то неприятное? Девятый вопрос. Трудно ли вам выражать свои чувства? Десятый вопрос. Способны ли вы противостоять нравам той среды, в которой вы живете? Подсчет баллов. За каждый ответ «нет» на вопросы «два», «три», «четыре», «пять», «шесть», «семь», «восемь», «девять»?» Поставьте себе пять баллов. За каждый ответ «да» на вопросы «один», «десять» также поставьте пять баллов. Вы осознаете, что не лишены недостатков, но, тем не менее, относитесь к себе хорошо. Это во многом предопределяет ваши успехи и жизнерадостный настрой. Вы чувствуете, что нужны людям, что ваша жизнь имеет смысл. Умейте ценить свои и чужие достоинства, избегать конфликтов. Все эти качества, конечно же, очень пригодятся вам в личных взаимоотношениях. 15-30 баллов. Трудно сказать, насколько вы себя любите. Наверняка вы редко задумываетесь об этом. Вы не всегда используете свои способности, чрезмерно фиксируетесь на своих слабостях, а также на слабостях других. Из-за этого порой у вас возникает неприязнь к самому себе. Вы довольно часто испытываете внутренний дискомфорт, а поэтому вам трудно дарить другим внимание и любовь. Как все это может отразиться на вашей личной жизни, на отношениях с близкими? Ведь они не будут чувствовать себя рядом с вами комфортно и надежно, и поэтому ваши отношения не смогут стать по-настоящему теплыми и доверительными. Задумайтесь над этим. И пока не поздно, постарайтесь изменить отношения к себе и к другим. 0,10 баллов. Вы определенно не любите себя. Бывают мгновения, когда вы себя просто ненавидите. С таким отношением к себе вы никогда не сумеете стать по-настоящему счастливым и подарить счастье своему избраннику. Ваши отношения с партнером с самого начала обречены на неудачу. Пришло время измениться. Иначе вы никогда не сможете обрести настоящую любовь. Теперь разберемся, хорошо ли с вами тем людям, которые находятся рядом. Вы пытаетесь их понять, терпимо относиться к ним? Или считаете себя центром вселенной, а остальных просто спутниками, ничуть не заботясь о том, что на роль солнца вы не тянете? Пройдите тест. Третий вопрос. Ребенок приходит из школы с двойкой. Вы А. Не можете удержаться от того, чтобы не упрекнуть его. Б. Старайтесь его понять. Четвертый вопрос. Ваш партнер, супруг или супруга срывается и начинает кричать. Вы А. Посочувствуете его нелегкой доле. Б. Реагируете жестко, так как не допускаете, чтобы с вами разговаривали таким тоном. Или отмалчиваетесь. Пятый вопрос. Вы недовольны тем, как прошел день. Вы А. Не можете сдержать своего недовольства. Окружающим вам под руку лучше не попадаться. Б. Спокойно общаетесь с близкими. Шестой вопрос. Вы отчетливо начинаете понимать. А. Что жизнь могла бы сложиться удачнее, если бы не помешала семья. Б. Что ваши поражения и неудачи не могут лишить вас жизнерадостности. Седьмой вопрос. Если ваши близкие не хотят делиться с вами своими переживаниями, вы А. Обижаетесь на них. Б. Понимаете, что мало сделали, чтобы добиться их доверия. Восьмой вопрос. Вы бы хотели, чтобы… А. Домочадцы не могли без вас обойтись. Б. Ваши родные умели принимать решения сами. Девятый вопрос. Когда вы любите кого-либо по-настоящему, вы… А. Полностью растворяетесь в своем чувстве. Б. Можете разделить свои потребности и потребности другого человека. Десятый вопрос. Если ваши желания и желания вашего любимого не совпадают, то… А. Вы подозреваете, что вашим отношениям приходит конец. Б. Вы уверены, что всегда сможете мирно договориться. Одиннадцатый вопрос. Вы обнаружили, что кто-то обманул вас. Вы… А. Решите, что он сводит с вами счеты. Б. Разберетесь, почему он так поступил. Двенадцатый вопрос. Бывает ли так, что вы испытываете по отношению к себе чувство раздражения? А. Да. Б. Нет. Тринадцатый вопрос. Многие ваши качества могут вызвать у других… А. Активную неприязнь. Б. Спокойное безразличие. Четырнадцатый вопрос. У ваших родных и близких много недостатков? А. Да. Б. Нет. Пятнадцатый вопрос. Вы часто сталкиваетесь с ситуациями, когда вас не понимают? А. Да. Б. Нет. Шестнадцатый вопрос. Ваша беда в том, что вы… А. Слишком доверяете людям. А. Б. Слишком недоверчиво относитесь к окружающим. Оценка результатов. Подсчитайте количество ответов по каждой из позиций. А и Б. Если вы выбрали ответ А в девяти и более случаях, вашим близким рядом с вами чаще всего дискомфортно. Задумайтесь о том, откуда берется ваше недовольство собой и жизнью. Почему вам так трудно принять все то, что происходит с вами и вокруг вас? По всей вероятности, нужно меньше переделывать других и чаще обращать внимание на себя и свое поведение. Если вы выбрали ответ Б в девяти и более случаях, от вас исходит тепло и забота. С вами приятно иметь дело. Вы в основном удовлетворены своим окружением и тем, как складывается жизнь. Во всяком случае, вы стараетесь принимать окружающую действительность без агрессии, с терпимостью и интересом. Вы не вините близких в собственных неудачах, радуйтесь их победам. Уважение к себе и к другим помогает вам лучше понимать себя. Во всех других случаях. Вам не всегда удается принимать себя таким, какой вы есть, и проявлять участие по отношению к другим. Вы, вероятно, недостаточно удовлетворены своей жизнью и тем, как складываются обстоятельства и отношения с окружающими вас людьми. Подумайте, что вам не нравится в себе и как это можно исправить. Старайтесь научиться видеть в себе и в других хорошее, уметь радоваться этому. Теперь вы кое-что о себе знаете, и я приглашаю вас в путешествие. Вы увидите много препятствий, поймете, над чем вам следует работать, чтобы осознать себя и понять других. Любовь – это искусство, а ваша деятельность на этом поле – творчество. Ежедневное творчество, совершенствующее душу. Ради себя и того, кого вы любите. Продолжение следует...